Еще раз привет, с вами Ольга Чернова, сегодня 16 июля. Я вот следующее видео, сейчас коротенькое, вынесла в отдельное, потому что эта тема не касается ни семян, ни ранних посевов, ничего. Очень часто люди спрашивают, правда ли, что нужно снимать бурые такие, недоспелые томаты, и тогда быстрее пойдет процесс созревания других, потому что у многих сейчас ситуация такая в огородах, холодно, идут дожди, и это у нас, вот у меня, можно сказать, проблема, что очень быстро спеет, а у некоторых проблема, что висят в одной паре, не спеют. Да, это действительно так, это старинный такой прием, чуть не сказала старорусский, наверное, все так делают, и раньше делали, и сейчас делают. Смотрите, как только нижняя кисть полностью сформировалась, и приобрела уже такой оттенок, характерный для сорта, вот, я даже не знаю, вот есть же чисто спелые, а есть вот такие вот, они вроде поспели, но они еще как бурые, то желательно их, конечно, снять. Им уже не нужен этот куст материнский, они уже все-все-все взяли, они же уже не наливаются, они уже, можно сказать, и питательные вещества им не нужны, ему нужно просто сейчас созреть, как называется, дозаривание. Его можно положить, также на окно, на подоконник, он прекрасно поспеет, у него будут те же самые вкус, запах, он будет такой же, как этот томат, главное, что не зеленым, а именно, чтобы он начал уже краснеть, чтобы он был бурый. Для чего это делается? Ну, не говоря о том, что уже спелые давно надо было мне вообще снять, потому что спелые томаты, они задерживают вот развитие следующих кистей, но я-то, видите, для чего держу, чтобы семена были качественные, чтобы они вызрели, чтобы они были толстые, лохматые, все. У меня своя тут история. Но если у вас вот так вот спеют томаты, конечно, их снимайте. Вот такое количество висячих спелых томатов задерживает рост следующих кистей. Вы понимаете, они тоже на хлебнике. Я вот сейчас завтра буду поливать, если бы я сейчас не сорвалась сегодня томаты, я бы полила, и половина воды, вот эти спелые томаты, они бы выпили. Они хоть и готовые, они уже созрелые, но у них не срабатывает. Они все равно пьют и пьют и пьют. И половину влаги бы они употребили, во-первых, и они разлопаются все. Это ухудшает, если они долго сильно висят на кустах, вообще, ну как, ухудшается и товарный вид, и все. А когда вы снимете спелые, снимете бурые, все питательные вещества, которые из земли растение берет, этих же уже нет, оно сразу начинает подавать на более высокие там ярусы. Начинаются наливаться вот следующие, следующие. Те, которые вот эти налились, они начинают краснеть. Вот когда висит вот столько много спелых плодов, очень долго будете ждать, ну как, пока созреют следующие кисти. Это тормоз. Это действительно так, да, бурые снимают люди, и спелые снимают, все снимают. Никогда не надо долго держать на материнском кусте. Хотя есть же такое, как выражение, что самый вкусный томат, это тот, который поспел на материнском кусте, но если он уже приобрел цвет свой, не обязательно ему долго висеть, это уже считается, что он поспел на материнском кусте. Срывайте его. Ну все, теперь уже точно все.